Центральный вход в настоящее время закрыт, а войти здание можно с торца. В настоящий момент в центральном помещении, где раньше осуществлялся прием граждан, демонтировано все компьютерное оборудование и убрана мебель. Мы готовимся к ремонту и переустройству залов приема первого и второго этажа, для того, чтобы наша мебель соответствовала требованиям регионального стандарта, требованиям федерального законодательства, чтобы нашим заявителям было более комфортно. Мы делаем зону ожидания шире, мы приводим к требованиям, чтобы у нас было открытое пространство, чтобы между оператором и заявителем не было никаких перегородок, чтобы людям было удобно. При этом представители МФЦ отмечают, что в центре на школьной по-прежнему можно получить необходимые консультации, а работа по тем документам, которые были сданы гражданами раньше, идет в плановом режиме. Кроме того, и те, кому необходимо срочно сдать документы на оформление, имеют возможность это сделать. Мы временно закрылись на прием документов. Мы выдаем документы в текущем режиме. Люди могут сдать документы в наших удаленных рабочих местах, расположенных во всех городских и сельских поселениях Ленинского района, в администрации их. В том числе в субботу мы сделали график более, скажем так, более удобным для людей. Мы работаем с 9 до 17 часов, включая субботу. 23 июля многофункциональный центр работать не будет. Это связано с тем, что в это время здесь запланированы работы по настройке компьютерного оборудования. Еще раз напомним, что в ограниченном режиме многофункциональный центр на школьной будет работать до 25 июля.